вот я решил записать вам процедуру подключения к командной строке сервера и потом командной строке постгресса. Первая наша команда это ssh SQL SC net.ru-l и имя пользователя student. В Windows командная строка такая же начиная с 8 винды. Соглашаемся чтобы нас записали и здесь вводим пароль. Вы его знаете. Все, теперь мы находимся на сервере. Вот стандартная команда это p-sql и здесь по идее нужно указать host localhost и пользователя student. Здесь большая буква пишется. Вот он запрашивает пароль, но выходит потому что нету базы данных student это стандартный. Ну это стандартный такой подход, то есть нужно еще базу данных указать. Вот я укажу flowers. Вот видите, я теперь подключился. Вообще, если вот выбрать эти два параметра localhost и пользователя, то он по умолчанию будет подключаться через специальный socket interface и под дефолтным, то есть под пользователем по умолчанию, который вот называется student. Нужно только базу данных указать. Ну и тут можно уже довольно такой комфортной среде работать, да. К пример, select лёточка from flowers republic flower. Говорит, такой таблицы не существует. dt указывает, какие у нас таблицы есть. Или public. Выход отсюда ctrl d или backslash q. значит эта система должна помнить предыдущие ваши команды, то есть вот select flower. В этом смысле она тоже достаточно удобная. Но я хотел вам другую систему показать. Ее сначала установить надо. Процесс установки я вам опишу, но делать его всякий раз не надо, естественно. Система реализована на Python. У нас Python почему-то нету, но мы его сейчас установим. Для этого мы установим... Гид тут есть, есть гид. установим сначала Python. Чтобы установить Python, нужно установить очень удобную, но она, по-моему, только в Linux работает. Не библиотеку, а инструмент, будем так называть. Называется он pyenv. и его модуль pyenv virtualenv. Это скрипты специальные. Сценарий. Сейчас откроем браузер, найдем проект. pyenv.github.diony.robot. Simple Python version management. То есть ставим pyenv, потом внутри него компилируем питон последний. Потом уже активируем эту виртуальную среду и запускаем. Создаем уже нужный нам инструмент. Вот основная команда. Клонирование в специальной поддиректории содержимого. Вот это первый этап. Второй этап нужно выполнить вот эти команды. Они добавляют настройки специальные в виде переменных среды в файл в hrc. И то же самое нужно делать с профайл. ls.l показывает, что у нас тут есть. Нужно посмотреть, какой у нас есть профайл. Вот bash history, bash logout, bash rc. Мы только что модифицировали. Вот теперь профайл. Еще есть bash профайл. Поэтому я тут уточняю. Все. Теперь нужно выйти, зайти, чтобы активировалась конструкция. Мы смотрим pyenv. Работает. Это virtualenv. Потом установим, да. pyenv install. In-version 3.12. В настоящее время, по-моему, 6. есть install. Вот он пошел его выкачивать. Я пока приостановлю до момента, как он проинсталируется. Потом продолжим. Параллель можно virtualenv установить. Я еще одну консоль открыл. Так, это не то. Нам не надо. Нам нужно вот это. То есть он клонирует модуль расширения в среду. Это первое. Второе. Нужно добавить эту конструкцию. Так, а куда она мне уже добавить? В башер C точно надо добавить. В конец вот тыц. И в профайл тоже. профайл. Это скрипт, который запускается в случае, если вы через командную строку подключаетесь к вашему домашнему директорию. А башер C запускается всегда, когда запускается баш. Ну, баш это командный интерпретатор. Его используют как интерпретатор. Вот скомпилировалось. Теперь нужно создать виртуальную среду. Нужно создать среду. Назвем ее среду, в которой мы установим нашу клевую систему для работы с командной строкой. SQL. Пускай так называется. Вот он его создал. Тебе нужно активировать. Activate SQL. SQL. А, ну, здесь понятно, мы же в той среде. Virtual Info установили. И теперь у нас приглашение на этот prompt, который по-английски. Он теперь содержит себе вот этот SQL. И для того, чтобы этот SQL автоматом запускался, мы можем здесь написать local. И тогда, когда вы сюда заходите через SSH, оно, видите, автоматом уже активируется. Обновить надо инсталлятор пакетов. И модуль, который управляет этими ресурсами пакетов Setup Tools. Точнее, PIP, он реализован на основе Setup Tools. Ну вот, обновили. Теперь нам нужно установить сам инструмент. Вот это его сайт основной разработки Github, да? Называется APG-CLE. Command Line Interface, CLI. Установить нужно при помощи вот такой команды. Такая же штука есть для Microsoft. Но ее установить на порядок сложнее. Потому что там нужно установить .NET сначала, потом найти модуль, который обеспечивает соединение. Вот этого, там, MS-CLE. Вот с Microsoft SQL Server. Ну, то есть, тем не менее, это все можно сделать. Все, APG-CLE. Запускаем. "-d flowers". Должен спросить пароль опять. Все, его можно расширить. Интересно, он тут не подхватывает, да? Ну вот, select звездочка from public. Видите, можно теперь здесь выбирать так. flower. 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 s. f. price. там, например, больше. 200. Ну, тут всякие настройки есть. Например, в два, в три, multiline off. Multiline, это если вы запрос хотите многострочный делать. Ну, там удобно, неудобно. Надо смотреть. f4, это режим редактирования. IMEX сейчас стандартный в Linux. Вот, можно в Vim, если кому интересует. Ну, и f5, там подробно объясняет, если какие-то ошибки произошли. Ну, вот так сделать. Аргумент V должно быть буллевским значением, не числовым. f5, ну, больше нуля. Хе-хе. А, ну да. explain у нас показывает, каким образом запрос выполняется. Ну, это, кстати, одна из ваших лабораторных. Это то же самое, что explain. Select. Там, кстати, более широкий вариант, да, создает. Ну, выход отсюда тоже cool. Goodbye. Так, ну, что по поводу дебивера, да. Значит, дебивер, если вы хотите из дома подключаться к этой программой. У него там несколько версий есть. Нам достаточно самый простой. Дебивер. Вот она. Database Bobber. Бобер. Или Бобер. Ну, Community Edition. Загружаете. Устанавливаете. Их тут, кстати, программа на Яве написана. Поэтому есть вариант установки с Явой отдельно, скорее всего. Вот набор паз данных, который он поддерживает. Ну, у него есть специальные вот решения для этого. То есть, когда первый раз его запустите, да, он, скорее всего, будет, может быть, с Postgres, а может быть, и без Postgres. Короче говоря, если вы там не увидите Postgres, то нужно установить, там специальное меню есть, установить драйвер для Postgres. Ну, и для Microsoft тоже есть. Ну, вообще, для других паз данных. Ладно, в общем, как дебивером пользоваться. Я сейчас, так сказать, симулирую. Как будто бы я не подключался еще к нашему серверу. То есть, я отключение отключу сначала, а потом будем с вами подключаться. Ну, вот я отсоединился. Так, теперь будем подсоединяться. Вот он тут пытается подсоединиться к одному из серверов, который сейчас недоступен. Создать. Соединение. Вот здесь выбираем Postgres. Next. Дальше, вот здесь много вкладок. Начнем с вкладки SSH. То есть, вот мы сейчас заходили через SSH в командную строку и потом подсоединились к localhost. То есть, к самому себе. Поэтому, давайте сначала мы SSH здесь оформим. Так, host.sql.sc.ru Имя пользователя. Student. Пароль. Ну, и здесь пароль. Пишем. Дальше. Идем. Postgres. Обратно. Так, не то главное. Соединение. Choose URL. Host. Localhost. 5.4.3.2. Стандартный порт. Может меняться. База данных. Postgres. Это база данных по умолчанию. Здесь пишем пользователя. Student. Пароль. Так, здесь у нас что? А, ну это вариант, как пароль запрашивается. Вот дополнительная роль сессии. Так. И вот здесь если галочку поставите, да, вам все базы данных будут показываться. Если же нет, тогда только вот это. То есть вы здесь можете написать на меня flowers или свою базу данных. Вот. Вот. Будет только ваша поставка. Ну давайте делаем так. Finish. Вот если вот у вас появились вот эти вкладки, да, на нажатие. Или вот еще вот это. Надо добавлять вот это вот подключение. То есть можно отключиться. Вот мы отключились. Можно подключиться. Да если она подключилась, она не ругается, естественно. Ну и дальше можете работать. Ну видите, жирным подключена flowers. Вы с ней работаете. Значит, по основной идее с подключенной базой данных вы можете выполнять вот эти SQL операции. То есть может быть у нас в прошлый раз не получилось, да? Create. Вот эти вот. Ну давайте создадим еще таблицу здесь. Здесь этот скрипт уберем. Или лучше новый создадим, да? Сейчас копируем где-то. Copy. Создать новый скрипт. А, ну вот можно flowers в соединении. Create table. Например, organization. Или просто org. Здесь запустим. А, ну вот видите, я сработал действительно. То есть надо было на каком-то соединении указывать. Выполнение скрипта. Сейчас надо добавить базу данной. Есть добавлен. Ой, базу данной. Да, org. Теперь можно ее удалить, например. Delete. 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 Delete table. Org. Run. Собирайтесь. Здесь удалить базу данных. Кстати, по-моему, просто delete.org. База данных довольно редко удаляется. Такие-то drop table. Drop table. Drop table. Org. Да, я хочу. Разнотыксис. Ну, паприкс, значит. Четыре кавычки поставить еще. Куда мы без них? Нет. Да. Ну, тут надо обновить теперь флеш. Вот. Ну, если вы выходите из программы, так? Выйти. Так, при следующем запуске это Beaver, он автоматом пытается все соединения установить. Заново. Ну, соответственно. Соединение установилось. Можно работать. Ну, ладно. Надеюсь, это полезная для вас информация. До новых встреч.